Шанхайский дух и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Уверенность в этом Александр Лукашенко высказал сегодня на саммите Шанхайской организации партнерства в Узбекистане. Заседание Совета глав государств прошло в расширенном формате. Александр Лукашенко озвучил коллегам белорусские приоритеты взаимодействия ШОС, отделенных транспортных коридоров и экономических вызовов до развития мирного атома. Президент уверен, из региональной организации шанхайское партнерство переросло в глобальное. Сегодня Альянсу под силу совместно решать даже самые непростые проблемы. Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий. Убежден, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Европу с Азией, включая реализацию инициативы «Новый евразийский сухопутный мост». Беларусь видит огромный потенциал ШОС в плане стимулирования торгово-экономического сотрудничества. Наиболее востребованное направление, по нашему мнению, это промышленная и технологическая кооперация, цифровая трансформация и искусственный интеллект, зеленая экономика и климатическая адаптация, устранение необоснованных торговых барьеров. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в сфере мирного атома, а также в области применения различных экономически эффективных и экологически чистых технологий. Мы готовы активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности нашей семьи, семьи ШОС, включая сотрудничество в сферах умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсов сберегающих технологий. Минск также выступает за расширение международного взаимодействия и развитие сотрудничества ШОС с другими региональными структурами, такими как ОДКБ, СНГ, Евразес, ЕАЭС, что в конечном итоге может создать фундамент для дальнейшего укрепления евразийского партнерства на основе концепции интеграции-интеграции. Расширение шанхайской семьи – один из самых актуальных вопросов нынешнего саммита. Стать партнерами по диалогу, наблюдателями, участниками желает целый ряд стран. Так Иран сменил статус кандидата организации на роль полноправного участника. Поэтому пути готова идти и наша страна. В этом Беларусь получила единогласную поддержку. Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республики Египет и государства Катар. Кроме того, мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС. А Королевство Бахрейн, государство Кувейт, Мальдивской Республики, Объединенным Арабским Эмиратом и Республики Союз Мьянма – партнерство по диалогу. Расширение географического охвата ШОС – еще одно подтверждение востребованности нашей организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание и динамизм. Кроме актуальных региональных вопросов, партнеры по Альянсу затронули и международную повестку. По итогам саммита планируется подписание четырех десятков документов. Около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь начиная с февраля. Господгранкомитет обновил статистику. Только ступив на белорусскую землю, беженцы получают необходимую помощь. Ожидается, что их поток в ближайшее время увеличится. Поскольку накануне были приняты беспрецедентные решения, в новой редакции изложен указ президента о пребывании граждан Украины в Беларуси. Несмотря на явно недружественные шаги официального Киева, наша страна не отступает от принципов добрососедства. Наравне с белорусскими гражданами украинцы обретают права на образование, доступное медицинское обслуживание, назначение пособий на детей и пенсии. Они освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания. Наниматели, которые примут на работу обладатели украинского паспорта, также получают некоторые льготы. Немедленно прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам для урегулирования обстановки на границе. С таким призывом к секретарям Советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана обратился генсек ВДКБ. Вслед за армян-азербайджанским конфликтом вспыхнул еще один. По данным кыргызстанских пограничников, около 6 часов утра такжистская сторона начала обстрел ряда пограннарядов. В свою очередь, Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что тяжелыми орудиями велся обстрел со стороны соседей. Среди военнослужащих есть погибшие и пострадавшие. Однако данные об этом постоянно меняются, как и ситуации на границе. Двойные стандарты поляков на этот раз коснулись морских судов из Германии. С 1 октября порт польского города Дарлова для них будет закрыт, а все корабли и яхты, расположенные в нем, эвакуируют, если владельцы не сделают это самостоятельно. В чем же двойственность запрета? Да в том, что немецкие суда, которые доставляют в Польшу газ, нефть, уголь и медицинские продукты продолжат ходить как раньше. Отношения Варшавы и Берлина обострились из-за репарационных требований с польской стороны, в результате чего канцлер ФРГ Олаф Шольц даже намекнул на пересмотр границ. На фоне энергокризиса немецкие пекари все больше переживают за свой бизнес. Они уже экономят электричество, выключают свет раньше обычного и повышают цены на продукцию, но по-прежнему ожидают помощи от властей. Тем временем там рекомендации стандартные – берегите ресурсы. Хотя нет, министр экономики Роберт Хабек посоветовал просто остановить работу и переждать кризис. Ранее он уже прогнозировал банкротство пекарен и, видимо, продолжает настаивать на своем. Сильные наводнения в Италии унесли жизни не менее 8 человек. Трое числятся пропавшими без вести. Этой ночью шторм обрушился на восточную провинцию страны, в результате чего город Кантиано буквально ушел под воду. Люди пытались спасти свои автомобили, но мощный водный поток унес их вниз по течению. Метеорологи сообщают, что за сутки в Италии выпала почти месячная норма осадков. Местные власти уже подсчитывают ущерб от наводнений. В преддверии Дня народного единства воспитанники Молодечнинской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения встречали гостей. С ними они обсудили вопросы патриотизма, сохранения исторической памяти и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Дети подготовили концертную программу. Также они изготовили уникальную карту Беларуси. На ней нанесены геральдические символы каждого из регионов. Очень скоро в нашей стране пройдет молодой государственный праздник, День народного единства. Каждый вкладывает свой смысл в этот праздник. Я бы хотел, чтобы для наших деток этот праздник стал символом добра, мира, взаимопонимания, взаимовыручки, помощи друг другу. Именно это и мы увидели сегодня в этой специализированной школе-интернат. Эти детки являются большим сплоченным коллективом, большой командой, если можно так сказать, которые друг друга поддерживают, вместе развиваются и стараются совместно осуществить переход уже во взрослую жизнь. Встреча завершилась на праздничной ноте. Дети получили подарки от гостей. Не обошлось и без фото на память. Настоящий праздник сегодня в Скиделе, в городе Спутники Гродно. Там накануне Дня народного единства в молодом микрорайоне открыли новый детский сад. Хоть это уже пятое по счету дошкольное заведение в Скиделе. Новый сад получил порядковый номер один. Дело в том, что ранее он располагался в старом здании 1949 года постройки, которое уже не соответствовало современным нормам для занятий с детьми. К тому же большинство дошкольников родители приводили из района новостроек. Путь был не близкий, теперь же детский сад шаговой доступности. Коллектив тот же, а здание новое. Здесь бассейн, гимнастические музыкальные залы, компьютерный класс, прачечная. И если в старом здании группы были переполнены, теперь эта проблема решена. Сад просторный, может вместить до 190 детей. Мы ждем уже 5 лет, моему ребенку 5 лет. И это просто праздник, это фурор, то, что у нас наконец-то садик будет скидили. Особенно возле нашего дома. Это очень хорошо. Здесь безопасно, потому что он оснащен по современным технологиям. У нас есть лифт, подъемник для деток-инвалидов. То, что требует современное здание, у нас все оснащено. Очень символично и знаково, что детский сад номер один города Скидель открывается в преддверии праздника День народного единства. В этом году он выпал на субботу. Но было бы здорово, чтобы такой важный праздник для нашего государства был бы выходным днем. В последний раз дошкольные учреждения в Скиделе открывали более 30 лет назад. С тех пор, как он стал городом-спутником Гродно, там началось строительство многоэтажек. Немало нуждающихся в жилье из областного центра обосновались в пригороде. Поэтому спрос на места в детских садах существенно вырос. Новый объект позволил снять эту проблему. Субтитры создавал DimaTorzok